На набережной Дербента несколько дней проходила ретро-выставка. В ней приняли участие более 100 ретро-автомобилей советского и мирового производства. Отметим, что она проходила в старой части города уже второй год. Многие участники приехали своим ходом, некоторые приехали на автовозах из разных городов, из Казани, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из регионов разных. Также нас поддержали местные ретро-воды. Жители города были удивлены такой великолепной организации и разнообразиями автомобилей. В особенности выставка запомнилась подрастающему поколению. По словам организаторов, дербенцы радушны и гостеприимно приняли их на своей земле. Все экземпляры вызывают очень большой интерес у публики. Люди интересуются, спрашивают по году выпуска, по двигателю, по техническому состоянию автомобилей, какие доработки были произведены. Организатором выставки выступил Сергей Аксенов. Он рассказал о самых знаменитых ретро-автомобилях и постарался ответить на все вопросы посетителей выставки. Кроме того, почетным гостем мероприятия стал глава дербента Рустамбек Пермагомедов. Вот этому автомобилю я хотел уделить отдельное внимание. Владелец этого автомобиля, Пантеаков Айрберт первого поколения, он приехал из города Норильска. Ой, прошу прощения, Ноябрьска. Ноябрьск – это Ямал-Ненецкий автономный округ. Он проехал более 4 тысяч, чтобы показать автомобиль здесь. Оттуда своим ходом. Уже перед дербентом он потерял все тормоза. А сейчас обратно как? Вот мы сейчас будем чинить эту машину на самом деле. Помимо этого, в выставку также посетил председатель собрания депутатов города Каспийска, Вдова Хейджаватов и художник Павел Галанин. Продолжение следует...